За последние три недели заболеваемость ковидом в Сарове стабильно снижается. В день выявляют от 20 до 30 новых случаев заболевания. В основном болезнь протекает в лёгкой или бессимптомной форме. Как отметил главврач КБ номер 50 Игорь Лашманов, в России пока не зарегистрировано новых штаммов. Все изменения, что происходят, незначительные, касаются варианта омикрон. Что касается ситуации с ковидом в целом, есть три варианта развития событий. Заболевание будет протекать в дальнейшем такими же волнами, но они будут спадать, каждая волна будет меньше предыдущей. И в итоге всё превратится в обычное сезонное заболевание. Наилучший прогноз – это полное исчезновение из популяции. И наихудший вариант событий, которым всем нам очень не хотелось бы, чтобы произошёл, это новая мутация штамма, более агрессивная, более летальная, более заразная. Единственный способ защититься от тяжёлых последствий – вакцинация. В клинической больнице номер 50 есть все вакцины – от спутника ВИДЭК и ВИВАКа. В марте поступил спутник М для подростков. Привито уже более 50 саровчан от 12 до 18 лет. Осложнений от вакцинации у них нет. В прошлом месяце больница возобновила оказание плановой медицинской помощи. Также Игорь Лашманов рассказал о ситуации с лекарственным обеспечением. Лекарства в больнице есть все необходимые в наличии. У нас нет пока незаключённых контрактов. Все контракты заключены, поставки по ним происходят. Есть определённые трудности с проведением контрактов для химиотерапевтических препаратов. Но это только для проведения контрактов. Но закупки, разовые закупки по врачебным комиссиям, они в полном объёме сохраняются. Также речь шла о строительстве детской поликлиники. Еженедельно руководство клинической больницы номер 50 докладывает о ходе работ в ФМБА. Кроме того, стройка находится под контролем полпреда президента в Приволжском федеральном округе. Срок сдачи объекта – декабрь этого года. Уже закончены монолитные работы, кирпичная кладка снаружи и внутри до четвёртого этажа. Сейчас работают на пятом. Коммуникации подводятся, заключены договора на кровлю, начинается работа по заключению договоров на фасады, внутреннюю отделку, лифты и прочее оборудование. Работа идёт, и у нас есть надежда, что всё закончится именно в те сроки, которые были озвучены ранее. Также Игорь Лашманов затронул кадровый вопрос. Обеспеченность медицинским персоналом в больнице – 80%. В прошлом году на работу пришли 19 новых врачей. За три месяца этого года – три врача, в том числе детский офтальмолог. В ближайшее время штат больницы пополнит ещё один специалист. А всего планирует устроиться к нам 14 молодых врачей разных специальностей. Через два года работать в Саров приедет детский эндокринолог. Медика из нашего города направили на учёбу в ординатуру. Екатерина Пённова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.